Библейский портал экзегет.ру представляет С первого стиха. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву, и пошел Исаав в поле достачи принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааву, принеси мне дичи и приготовь мне кушни, я поем, и благословлю тебя перед Господом, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушай все слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушни, какой он любит, а ты принесешь отцу твоему, он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревеке матери своей, «Исаав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий, может, статься, а сщупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, мать его сделала кушни, какой любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исаава, бывшего у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего, Иакова, а руки ее гладкую шею обложила кожей козлят, и дала кушанье, и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исаав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь, поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Пойди ко мне ближе, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исаав, или нет?» Иаков подошел к Исааку отцу своему и ощупал его, и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава. Такая история здесь, которую необходимо было прочитать, для того, чтобы понять весь ее смысл, что здесь происходило. Мы помним, когда родился Иаков и Исаав, они были в очреве матери, там уже между ними была борьба. Исаав, как мы помним, родился весь Косматый. Далее, Иаков гладкий. И мы помним, что Исаав родился первый, Иаков второй, но он держался за пятку Иаков Исаава и как бы запнул его. И далее рассказывается целая история, как мы с вами рассматривали в предыдущих главах, о том, что однажды Исаав шел с поля, он был зверелов, охотник ловкий, и шел с поля и увидел Иакова, и он был очень голодный. Несколько метров ему не хватало, чтобы дойти до дома, где ждала его любимая мать Ревека, чтобы поесть. И он здесь, видя, что Иаков что-то готовит в поле, сидя недалеко от шатра, сказал «Дай мне этого красного-красного, я хочу сейчас же утолить свой голод по принципу современной рекламы, вкусен и скор, будь прямо сейчас, вот немедленно, утоли жажду». Вот у него было такое состояние его духа, он заботился только о том, чтобы наполнить свой желудок, хотя в родном доме, конечно, бы его накормили, тем более он первенец, он сын, старший сын. Но он хочет быстро утолить свою жажду и говорит брату «Дай мне». Иаков говорит «Ну, если ты хочешь, то продай мне твое первородство». И мы видели, с какой легкостью Исаф говорит «Что мне до этого первородства? Для меня главное плотское насыщение, для меня главное вот это материальное, а духовное? Ну, что духовное? Я и так, вроде, если перевести на современный язык, православный христианин и крещенный, что мне до этого духовного? Теперь займусь только плотским». Вот такого духа и настроя внутреннего был Исаф. И он продает свое первородство. И теперь мы помним, что когда Ревека рождала этих близнецов, двойняшек, то было ей сказано тогда в пророчестве, что первый будет служить последнему. То есть это пророчество также и о том, что первые будут последними, а последние первыми. Это пророчество и о православных христианах. Мы помним, что народ иудейский был отвергнут по той причине, что сказано «пришел к своим, и своего не приняли». То есть Христос пришел к своим, как он говорит, «я пришел прежде к погибающему дому Израилеву, но своего не только не приняли, но распяли». И поэтому Христос избирает, и ученики его в дальнейшем проповедуют язычникам, чтобы они могли войти в новозаветный Израиль, где нет уже ни Елена, ни Иудеи. Но все во Христе, и все во Христе – одна плоть, одна церковь. Итак, мы видим здесь интереснейшие события. В общем-то, пророчества исполняются, потому как Ревека это слышала. И она теперь говорит, что вот настал тот момент, и сейчас отец хочет благословить Исава. Но пророчество было более того, что он продает свое первородство. Но пророчество также напомнит о том, что последний, то есть Иаков младший, будет первенствующий в ее доме. Здесь две стороны. Ревека как же бы по-человечески и опережает события, неизвестно, как Господь промыслом своим еще бы действовал. Но Бог иногда действует так, что многие вещи нам бывают непонятны, нам кажется, с нашим таким мировосприятием, гуманизма, толерантности и прочих таких установок, мировоззрениях, к которым мы привыкли. Иногда Слово Божие для нас воспринимается не так, как оно должно восприниматься в покаянной душе, где действительно человек может правильно растворять верою все слова Священного Писания. Здесь на самом деле можно увидеть и некую такую хитрость, конечно, и лукавство. Может быть, кто-то увидит со стороны Ревеки, но с другой стороны, снова и снова напомню, что Исаав сам виновник, он продал свое первородство, пророчество исполняется. Иногда для нас, как сказано, мои мысли не ваши мысли, говорит Господь, и мои пути не ваши пути. И вот Ревека говорит, иди, возьми благословение прежде. И все делает, но мы видим, с каким трепетом Иаков, как человек богобоязненный, как живущий в шатрах, про образ пастыря Божия, как он с какой богобоязненностью говорит, вдруг проклятие оно найдет на меня. Но матерь его Ревека, а Ревека, как мы помним, это прообраз церкви. Она как бы говорит, пусть будет проклятие на мне, но ты пойди и сделай так, как я говорю тебе. Вот что по этому поводу пишет блаженный Августин по поводу того, что Ревека это прообраз церкви, она несет грехи и проклятия людей века сего. А руки его, гладкую шею его, обложи кожу козлят, несущие грехи, цитата. Он несет на себе, Иаков, грехи других и несет терпеливо, хотя это грехи других людей. Вот что означает иметь на себя надетый кожу козлят. Он несет грехи других, не держась за свои. Таким образом, те, которые терпят грехи других ради единства в церкви, подражают Иакову. То есть мы видим, что здесь и Ревека прообраз церкви, и Иаков, как входящий в церковь, прообразует собой человека, настоящего православного, так бы, если можно выразиться, христианина, который ради единства, как говорит блаженный Августин, ради единства в церкви подражает Иакову и несет на себе грехи других, то есть терпит грехи других ради единства. Не имеем права наблюдать за грехами других людей. Как сказано в Священном Писании, в Нагорном проповеди, Господь говорит, что ты смотришь на сучов в глазе брата твоего, а бревна в своем не замечаешь. Апостол Павел нам рекомендует, и чтобы исполнить закон Христов, необходимо, говорит, носить недостатки и грехи друг друга. Так, например, он говорит, носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов. В житейной литературе есть такая интересная история, когда один брат во время Великого Поста в монастыре вошел к другому брату для того, чтобы просить у него какую-то молитвенную книгу. И когда он к нему вошел, то увидел в келье его беспорядок, все как-то разбросано, небрежно, келья не выметена, в ней грязно. И тогда, когда он вышел оттуда, он сказал, вот, брат, как он занимается молитвой, ему даже некогда убраться в своей келье. Он зашел к другому брату, потому что этого не обнаружил, может, у него взять молитвенник. И когда зашел к другому брату, то увидел чистота, порядок, нигде не соринки, пыль протерта, все выметено, все аккуратненько лежит, все по стопу, разложено по полочкам. И тогда он вышел из келья брата и подумал, вот какой брат, как он постится, он не только свою душу хочет во время поста содержать в чистоте, но и свою келью. И далее делается вывод, вышел от обоих и никого не осудил. Здесь действительно очень важно, когда указывается блаженным Августином о необходимости несения тягот друг друга. И Иаков, взяв вот эти ветхозаветные одежды, Исава, он ради единства, чтобы не было раздора в церкви, несет тяготы ветхозаветного человечества. Это и прообраз Христа. Мы помним, что в Ветхий Завет есть детоводитель ко Христу. Все эти тайны, которые происходили с ветхозаветными человеками, они в полноте своей воплотились на Господе нашим, Спасителе Иисусе Христе и на Церкви Божией, созданной им. Итак, мы видим всю эту историю. Иаков делает, как ему советует мать, потому такое было определение и пророчество. И далее очень интересное событие. Вот Иаков с трепетом подходит к своему отцу, и отец его ощупал. И вот что здесь еще интересно, он сказал, «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исава». Что значит «голос — голос Иакова»? Это не означает, что просто он услышал тембр голоса сына своего Иакова. Это говорит о том, вот Блаженный Августин так и пишет, что здесь такие события. И он спрашивает его, «Как ты так быстро нашел пищу мне и нашел зверя?» Исаву это поручал. И тогда он говорит, что, как отвечает Иаков, но Иаков отвечает, что «Господь, Бог твой, послал мне навстречу» в 20 стихе. Вот что значит различие в голосе Исава и Иакова. То есть Исав никогда не отвечал, что «Бог мне послал, это Бог мне помог, это все по милости Божией». Исав всегда отвечал так, будучи человеком плацким, «Ну, конечно, я ловкий, а что там, подумаешь, там ерунда какая, тут все просто, добыть там этой добычи». Апостол Иаков, между прочим, в своем соборном послании предупреждает нас с вами, чтобы мы не были самонадеянны, а говорили, если Господь позволит и будем живы, то тогда это с нами то или то ли дело мы сделаем. Иаков здесь поступает, Иго отвечает отцу так, и отец узнает, говорит, что это, он как бы говорит, что это произошло с Исавом. То есть он никогда так не отвечал, «Бог помог мне». Он всегда говорил о том, это я, это ловкость моей силы, это ловкость моих ног, это быстрота моего мышления для того, чтобы поймать этого зверя. Иаков говорит по-другому. Эти слова именно это и означают, что Иаков подошел к Исавову, говорит, голос, голос Иакова, то есть говоришь ты, говоришь, как Иаков, но ощупал его, говорит, а руки, руки Исавова. И не узнал его, потому руки его были, как мы и с вами прочитали в 23 стихе, руки Исава, брата его, косматый, и благословил его. Далее события так развиваются здесь достаточно много, в этой главе 27-й содержится стихов 46, события развиваются так, что Исав теперь приходит и говорит, «Вот я, Отец, принес тебе кушание, и благослови и меня». Но Исаак, Отец, уже не благословляет сына. Благословение преподается только один раз. Это прообраз и церкви. Сказано, один Господь, одна вера, одно крещение. Благословение может быть только одно, если Он сказал, что Я благословлю только одного. Поэтому и церковь в этом мире, она одна. Господь сказал, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он не говорит «Создам церкви», Он говорит «Создам церковь». Мы с вами говорили, я снова хочу это подчеркнуть, что признаки истинной церкви, которые Христос здесь устроил на земле и преподал ей все дары благословения, прообразом которого здесь является Иаков. Это следующее. Апостольская преемственность, которая необходима для того, чтобы сказать «дамы церковь». Это неповрежденность догматических определений на Вселенских соборах. Вселенский собор — это голос Святого Духа. И евхаристическое общение. Вот три признака, по которым человек может сказать «Да, я истинно нахожусь в той церкви, которую Христос здесь основал на земле две тысячи лет назад». Если что-то одно повреждается, например, у протестантов нет преемственности, то это сложно назвать церковью, это можно назвать библейским кружком по изучению Писания, но церкви сложно. Например, католики. Повреждается догматическое богословие, уже выпадение, поэтому нет евхаристического общения. То есть легко понять, какая церковь сохранила всю полноту божественной благодати, которую ей была дана со времен Дней Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, и они распространили благую весть по всему лицу земли. Благословение, создание церкви дважды не повторяется. Как и здесь, благословение Иакова. Исаав уже приходит, он, в общем-то, выполняет поручение, но Иаков его опередил. А Исааву урок. Не надо относиться к своему благословению, к своему первородству с прохладцой. Это урок и тем людям, которые были крещены когда-то в православии, но отпали от церкви. Это был промысел Божий. Господь благословил и позаботился уже об этих людях еще в младенчестве. Как мы не выбираем с вами родину, как мы не выбираем, от каких родителей родиться, как мы с вами не выбираем родину, в какой стране нам родиться, точно так же мы и не выбрали, в какой церкви нам родиться. А крещение — это рождение в жизнь вечную. Поэтому очень опасно пренебрегать своим первородством и пренебрегать промыслом Божьим в угоду себе, что вот мы должны как-то там скреститься сознательно и прочие надуманные вещи. Итак, мы видим, что благословение второй раз не преподано. И в 41 стих сказано о том, что возненавидел Исаав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаав в сердце своем, «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Мы и сегодня видим со стороны, так скажем, некоторых групп, которые называют себя христианами, некое такое противопоставление даже во всем акдогматическом богословии, православию. И это действительно не что иное, как здесь и сказано в 41 стихе, как ненависть. И Ревека, здесь теперь мать, услышала эти слова. И сказала Ревека в 46 стихе Исааку, то есть отцу, «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет себе жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь». Мы видим, что Ревека заботится о том, чтобы спасти теперь Иакова. Она слышит ненависть, даже такие грозные слова. Он говорит, «убью брата своего». И она, как мы увидим в дальнейшем, в 28 главе, как любящая мать, как церковь, которая сберегает нас. А Ревека — это прообраз церкви, которая сберегает нас от всякого греха. Теперь желает удалить его от Исава дальше, как можно отправить, как мы увидим, она отправит его к своему брату, для того, чтобы и там он мог обзавестись семьей. Все это, снова повторю, Ревека прообраз церкви. Все это забота церкви, которая заботится о нас, как любящая мать и горе людям, которые не видят этой заботы, которые вне церкви, они как бы ищут какую-то мачеху на стороне и думают, что мачеха, может быть, будет лучше. Но Ревека здесь, как прообраз церкви, и церковь, она заботится о своих чадах. Поэтому и сказано у святителя Киприана Карфагенского, который так и говорит, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Будем, братья и сестры, помнить об этом, будем внимательны к своему первородству, не будем продавать его за чечевичную похлебку, дабы кто иной не восхитил нас, не восхитил у нас то, к чему мы с вами призваны быть наследниками Царствия Божия. Царствия Божия